В эфире телерадиокомпания Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Александр Катунцев. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Одесская городская власть никак не может завершить благоустройство улицы Решильевской. Между тем, деньги, выделенные на работы, уже освоены. В разгар туристического сезона одна из центральных улиц Одессы, Лонжероновская, раскопана вдоль и поперек. Очередной старый дом на Малой Арнаутской может рухнуть по вине департамента городского хозяйства. На обращение жильцов чиновники отвечают обещаниями. В суд по жилому комплексу «Золотой берег» новый застройщик пытается снять арест суда на недостроенные квартиры, чтобы свободно распоряжаться чужим имуществом. Улица Решильевская в Одессе благоустраивается усилиями Одесской мэрии уже не первый год. На все работы, которые подразумевают перекладку электрических кабелей, установку наружного освещения, оборудование проезжей части карманами и, разумеется, укладку тротуара плиткой, выделена сумма порядка 100 миллионов гривен. Однако, несмотря на все денежные затраты, которые понес городской бюджет, о качестве и темпах выполняемых работ говорить не приходится. Улица Решильевская не только одна из самых, что не из центральных улиц города, но, если так можно выразиться, одна из самых знаковых. В том смысле, что именно здесь, как говорится, в одном месте можно найти все прелести проводимого в городе благоустройства Патрухановский. Наверное, от такого концентрированного и рафинированного разгильдяйства и разворовывания городского бюджета по самым различным программам, как вы сказали, начиная от общественного бюджета и заканчивая благоустройством и установкой освещения, больше нет. Вот в этой улице вся соль того, что происходит сегодня в Одессе. Деньги мало того, что воруются в каких-то огромных количествах. Но эти негодяи, которые эти деньги воруют у нас с вами, они не в состоянии ничего сделать. Более того, даже то, что они делают, нуждаются в переделке. Только подумайте, 100 миллионов гривен, которые благополучно рассосались, и в результате мы имеем вновь поплывшую, только что уложенную плитку. Непонятно для кого и непонятно, каким местом сотворенные пандусы, по которым невозможно передвигаться не только человеку с инвалидностью, но и вполне физически развитому. Погубленные в ходе работ многолетние платаны, корни которых при раскопках были повреждены гражданами-рабочими. И главное, раскопанная вдоль и поперек улица. И это в самый разгар туристического сезона. Нам очень часто рассказывают о том, что Одесса – курортный город. Проводят нарады, всякие различные совещания. Мы все время хотим попасть в какой-то список ЮНЕСКО. И все это для того, чтобы привлекать туристов. Я не знаю, как можно привлекать в город туристов, когда в самый жаркий сезон, в самый пик туристического сезона, когда в город едут, наверное, не десятки, а сотни тысяч туристов, на самых центральных улицах города, на самых основных исторических туристических маршрутах происходит вот то, что вы видите именно в этом месте. И это показательно для сегодняшней городской власти, для ее мэра. Но нашему городскому голове при проведении благоустройства имени себя любимого, по сути, вовсе это благоустройство не нужно. Потому что если бы во главе угла стояли интересы одесситов, то и тротуар был сделан в быстрые сроки. Плитка бы не рассыпалась и не проваливалась, и деревья бы никто не уничтожал. И пандусы были такими, чтобы удобно было пользоваться людям с инвалидностью, а не ловушками для задевавшихся граждан. Вы только посмотрите, как сократили без того куц и пешеходный проход дорожники, просто высыпав на единственный клочок тротуара, не раскопанный еще, кучу гравия. Теперь перейти дорогу с этой стороны вообще проблематично. Кучу выбросили и бросили. Как, впрочем, и все работы в целом. Решильевская стоит раскопанная. И ни одного рабочего здесь не наблюдается уже очень долгое время. Где эти товарищи? В каком месте? А может, следило как раз в том, что большинство тендеров на проведение работ выигрывает одна и та же компания «Росдорстрой», которую СМИ напрямую связывают с нашим городским головой. Близкие к Труханову и городским властям компании набрали столько тендеров и получили такое огромное количество денег, что они их просто не в состоянии освоить, первое. Второе. Уже сегодня понятно, что у них нет достаточно количества ни рабочей силы, ни технических ресурсов, чтобы эти работы сделать. У них нет профессионалов, чтобы эти работы сделать качественно и так, чтобы за них не было стыдно. Ну и последнее. Чем дольше тянется работа, вернее, то состояние, в котором оно сейчас находится, тем легче эти деньги списать и попросить еще, обосновывая, что возникли те работы, которые были не учтены, и, как мы с вами тоже знаем, что произошло на Мостоку-Цебу, на Потемкинской лестнице, еще на целом ряде объектов, когда уже закрыв акты выполненных работ, выделяются дополнительные деньги и платятся они дополнительно к тем, что были выплачены ранее. Ничего, к сожалению, не поменялось. В ближайшее время с этой властью, с этим мэром не поменяется. Беспокоит одно, что, имея такое огромное количество денег, как надо ненавидеть этот город, чтобы над ним так и издеваться. Итак, 100 миллионов гривен потрачены на благоустройство Решильевской. Деньги уже освоены, а благоустройства нет до сих пор. И это все, что надо знать о заботе нынешней мэрии, о нашем городе и одесситах. 1 августа в Одессе были зафиксированы сразу несколько случаев провалов на проезжих частях улиц. Так ушли под землю грузовые автомобили на перекрестке улиц Осипова и Малой Арнаутской, а также на улице Привозной. Кроме того, провалилась часть дороги на Ледросовском бульваре. Глянешь на состояние дорог в нашем городе, честно признать, иногда хочется провалиться от стыда сквозь землю. Похоже, в некоторых местах вместо ответственных за состояние дорог чиновников это сделали автомобили. Первый день августа было зафиксировано сразу несколько случаев провала. Один из них на пересечении Осиповой и Малой Арнаутской. Под землю ушла часть грузовика. И что любопытно, провал произошел там, где совсем недавно дорожники укладывали очередную асфальтную латку. Примерно в то же время, но в нескольких кварталах дальше, в районе Привоза, под землю ушла газель. Если учесть, что в районе рынка большое количество транспорта и грузовых машин является нормой, стоит ожидать дальнейших провальных ЧП с участием автомобилей. И хорошо, если обойдется без человеческих жертв. Еще одним провальным случаем отметился Лидерсовский бульвар. Причем яма образовалась не только на проезжей части, но и почти на пешеходном переходе. Так что в ловушку может угодить как машина, так и человек. Деяния Одесской городской власти еще долго будут разбирать суды разных инстанций. Один из многих процессов связан с конфликтом между инвесторами жилого комплекса «Золотой берег» и его новым застройщиком. Наряду с гражданским иском было начато уголовное производство. По сути, одесситы судятся с командой Геннадия Труханова. Недавно по заявлению инвесторов и при участии прокуратуры, суд первой инстанции наложил арест на недостроенные квартиры в жилом комплексе «Аквамарин». Так после смены застройщика называется «Золотой берег». Новый ХЗН, кооператив «Морской-1», которому горсовет отдал участок в аренду, подал апелляцию. Параллельные инвесторы требуют отменить решение городской власти в гражданском процессе. Инвесторы полностью оплатили квартиры 12 лет назад и уже лет 10 могли бы там жить. Условия нового застройщика их не устраивают и доверия к нему нет. Хозяев квартир, которые были арестованы, есть уголовное дело, криминальное впроваджение, есть недостроенный объект, который люди, захватившие его с помощью городской власти и личного распоряжения Брендека и Труханова, с 2015 года никаким образом достроить не могут, а требуют деньги. Хозяев квартир даже не пускают на стройплощадку, чтобы они могли поконтролировать действия застройщика. Появилась информация о попытках повторно продать купленное ими жилье. Апелляционный суд начал рассмотрение дела как-то странно. Обычно заседание приглашают обе стороны. Это одно из основных условий демократического судопроизводства. Действия судей вызвали естественное подозрение у инвесторов. 30 числа была попытка провести заседание по снятию ареста на наложенные приморским судом квартиры в недостроенном объекте ЖК «Золотой берег». Нам об этом никто не сообщил. И мы понимаем, что это было сделано умышленно, для того, чтобы мы там не оказались. Предполагаю, что судьи не ожидали, что сегодня будет настолько много пострадавших и доведенных до отчаяния людей. И я думаю, что решение было уже готово принять, но посмотрим, что произойдет в следующий раз. Суд дал прокуратуре несколько дней для подготовки дополнительных документов на следующее заседание. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания КРУ. Одна из центральных улиц Одессы, Лонжероновская, раскопана вдоль и поперек, в разгар туристического сезона. Коммунальщики перекладывают теплотрассу. Движение автомобилей по улице обещают открыть в конце августа, а пока улица, ведущая с одной стороны к оперному театру, а с другой в горсад, напоминает плохой сон одесситов. Наяву наблюдающих за рытьем своего города. Ремонт – дело затяжное, приносящее неудобства, но благородное, а потому и жаловаться нечего. Особенно, когда власть печется о своих гражданах и за их деньги, то бишь бюджетные, копает, укладывает, переукладывает, закапывает и снова копает. На улице Лонжероновской меняют теплотрассу. Как рассказывают ответственные за свой участок работ специалисты подрядной организации ООО «Стройспецтехника», трубы данной теплотрассы не менялись с момента ее укладки в 1955 году. И непонятно работникам, откуда жалобы, скажем, владельцев кафе, ресторанов, магазинов и даже юридических контор на эти временные неудобства. Дескать, бывалый турист и даже свой одессит не хочет пачкать обувь на раскопках далеко не археологического значения. Да, проехать нельзя, и экскурсоводы все воршливые, туристов в виде шлей не могут подвезти-завезти и то в историко-краеведческий музей, то вообще в горсат и обратно к оперному. Так ведь стараются же для всех сделать теплотрассу побыстрее. Не в сезон же дождей начинать, но к зиме ближе заканчивать, дабы тепло подать дома можно было. Это все так. Только раскопки Одесски и центральной части города, как начались в 2016-м, как оказалось, качество средней паршивости и реконструкции Потемкинской лестницы, в 2017-м Воронцовского дворца и колоннады, где о нарушениях технологического процесса уже просто кричат специалисты-реставраторы, так по сей день и продолжаются. Как говорится, то там, то сям и без того не слишком широкие центральные улицы города перекрываются на длительные месяцы для дорожного пешеходного движения. Сплошной бег с препятствиями, количество устройств, которых становится все более навязчиво непреодолимыми и, между прочим, весьма заметными гостям города. К слову, для большинства из них разговоры, дескать, в Иерусалиме, храм Гроба Господнего или Акрополь в Греции также вечно в строительных лесах – аргументы слабые. Во-первых, названные памятники истории архитектуры и в самом деле реставрируют, то есть сохраняют. Во-вторых, в третьих и десятых они давно под охраной ЮНЕСКО, к сожалению, уже не рассматривающего нашу архитектуру как заслуживающую их охраны. Напомните, так для чего перекопали исторический центр в Одессе? Ах да, меняют коммуникации. Будем надеяться, что их качество теперь перевесит и материальные убытки малого бизнеса, и отсутствие эстетики и блеска улиц курортного города Миллионника у самого синего в мире Черного моря. В противном случае, опять банально, деньги закопают, экспортируют. Очередное обрушение дома ожидается на Малой Арнаутской. Жители неоднократно обращались в ЖКС, но ничего не делается. В департаменте городского хозяйства привыкли разгребать последствия чрезвычайных происшествий. Можно даже сказать, что у одесских чиновников падение домов уже не считается чем-то чрезвычайным. Бедствия дому номер 87 на Малой Арнаутской начались с обычной водопроводной трубы. Резко упал напор. Вода не доходила до второго этажа. Как и должно быть, жильцы обратились в свой ЖКС в Фонтанский, который вроде бы как бы обслуживает участок. Вернее, должен обслуживать. Мы туда пошли, они направили наш ЖКС на Большую Арнаутскую 83. Вот друг на друга вот так. Там мы обратились, они сказали, траншею у нас некому копать. Вот своими силами сделаете, мы положим трубу. Вот мы своими силами разрыли, уже два месяца кончается, и никто не... Уже опять по третьему кругу ходим оттуда туда, и вот так вот. Трубу коммунальщики положили, а закапывать яму, очевидно, придется жильцам. Сколько дождевой воды за два месяца утекло туда, и что творится в старом подвале под трубой, не знает никто. Там своды, там вот раньше старушки жили, они говорили, здесь были пекарни под этим вот. Пекарни были. Ну и вот остались там, наверное, такие глубины. Просто зарыть яму теперь мало. Надо осмотреть фундамент дома. Вполне возможно, он уже поврежден водой. Коммунальщикам, как видно, все равно. Если дом рухнет, они, конечно, придут разбирать завалы. Такое у нас бывало не один раз. И может не раз повториться. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания КРУХ. Проезд большегрузного транспорта через Слободку и село Усатого в порт – давняя острая социальная проблема города. Как утверждают жители, от вибрации, создаваемой фурами, разрушаются их дома и дороги, сильно запыляются квартиры. Городские власти постоянно обещают решить проблему путем перенаправления транспортного потока. Но, как говорится, овоз и ныне там. 31 июля жители перекрыли трассу. Давно разуверившись в обещаниях городских властей перенаправить транспортный поток в объезд густонаселенной улицы Хуторской, Слободки, Усатого, жители частного сектора вышли на трассу и объездную дорогу, перекрыв поток большегрузного транспорта через жилые кварталы в порт. Люди ходили по проезжей части, утверждая, что от вибрации разрушаются их дома и дорога, состояние которой так не блестящее. А сильный шум не дает покоя в собственных квартирах ни днем, ни ночью. А что рассказать о том, что машины ходят день и ночь? Они сейчас не ходят с 7 вечера ночью, с 12 ночи до 5 утра. А дома? А люди? Это что, как говорится, все для людей. А где же люди? И больные есть, и разные, и дети. А идет машина, вы не понимаете, идет груза и так бам-бам-бам. А ведь дорога идет катакомбы, ямы, чуть-чуть провалилась и все. Кроме того, местных жителей особо возмущает тот факт, что водители грузовиков не обращают внимания на знак проезд грузового транспорта запрещен и сворачивают на Грушевского, оттуда еду через Хуторскую в порт. Вот поэтому они и блокировали поворот с объездной в село. Ни фонарей, ни дороги. Вы видите, что делали? Ну я вижу, я... Никого это не волнует. Они подзаспортировали маленькие улицы, там, балки, все, а это центральный. Все фуры, весь грузовой транспорт, все пустили через нас. Разбили все окончательно. Никого больше ничего не было. Ну и дома отрезкают. Дома отрезкают. Как это говорили, не считают промзону. Как это так? Где еще эти заводы были, когда здесь люди живут? И никакой здесь промзоны нет. Жилая часть. Жители Хаджибейской дороги тоже перекрыли проезд большегрузом после того, как фуры поехали по ней в объезд протестующих. И это несмотря на установленный знак проезд грузовому транспорту запрещен со стороны объездной и с другой стороны улиц. Местных жителей также возмущает тот факт, что полиция крайне вяло реагирует на эти нарушения. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, что новости телерадиокомпании Круг всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Все вам наилучшего и до встречи в эфире. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 2 августа в Одессе переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20, днем от 30 до 32 градусов тепла.